Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, актуальность данного исследования на тему инвазивный аспергиллез в больных баклеточными лимфомами на фоне химиотерапии на сегодняшний день не вызывает сомнений, поскольку инвазивный аспергиллез составляет примерно 3 четверти среди всех инвазивных микозов у онкогематологических больных. И на сегодняшний день летальность при развитии данного осложнения приближается к 100%. Как известно, Б-клеточные лимфомы представляют собой гидрогенную группу опухолевых заболеваний, которую по гистологическим особенностям можно разделить на две основные группы. Это группа больных с лимфомой Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Лимфома Ходжкина включает в себя классическую лимфому Ходжкина и надулярный тип лимфоидного преобладания. Среди неходжкинских лимфом наиболее часто встречаются диффузно-крупноклеточная Б-клеточная лимфома, первичная медицинальная Б-крупноклеточная лимфома, фолликулярная лимфома, лимфома из клеток зоны мантии и лимфома Беркета. На сегодняшний день основными методами лекарственного лечения Б-клеточных лимфом это полихимиотерапия, в большинство схем, которые входят в глюкокортикостероиды. Это такие схемы, как Биокоп, ЧОП с ретоксимабом, ЕПОЧ, ТХАП. Также используется таргетная терапия совместно с полихимиотерапией. К ней относятся препараты анти-CD20 антитела ретоксимаб при неходжкинских лимфомах и анти-CD30 антитела брентоксимабидатин, который используется при лечении лимфомы Ходжкина. И также на сегодняшний день широко применяется метод воскодозной химиотерапии с последующей трансплантацией аутологичных или аллогенных стволовых кровиторных клеток, которые используются либо при консолидации ремиссии основного заболевания, либо для лечения рецидивов резистентных форм Б-клеточных лимфом. Целью данного исследования является улучшение ранней диагностики и повышение эффективности лечения инвазивного спергелеза легких у больных, получающих химиотерапию по поводу Б-клеточных лимфом. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи. Изучить этиологию инвазивного спергелеза у больных Б-клеточными лимфомами, изучить особенности клинической картины инвазивного спергелеза, оценить данные лабораторного исследования и инструментальных методов диагностики инвазивного спергеллюза, проанализировать эффективность лечения инвазивного спергеллюза и оценить 12-24-недельную выживаемость у больных баклеченными лимфами, получающих химиотерапию. Для решения поставленных задач в исследование было включено 108 больных с 1998 по 2016 годы. Эти пациенты были из различных стационаров города Санкт-Петербург. Все больные были поделены на две группы. Это пациенты с лимфомой Ходжкиной, не Ходжкинскими лимфомами. Группу с лимфомой Ходжкина составили пациенты относительно молодого возраста. Мужчины немного преобладали над количеством женщин. По стадии заболевания в основном это были пациенты со второй и четвертой стадиями заболеваниями. У пациентов более чем у половины были в дебюте заболевания Б-симптомы. И большая часть больных находились в ремиссии основного заболевания, что подтверждается количеством проведенных курсов химиотерапии на момент возникновения инвазивного спергеллеза. Пациенты с не Ходжкинскими лимфомами были среднего возраста. Немного превалировали также мужчины. В основном это были пациенты с распространенными стадиями заболеваниями, у которых также были симптомы опухолевой интоксикации в дебюте Б-клеточной лимфомы. И также большинство больных находились в ремиссии основного заболевания. Основными фоновыми состояниями, при наличии которых у пациентов возникал инвазивный аспергеллез, были лимфоцитопения, которая достоверно чаще возникала в группе больных с лимфомой Ходжкина, также нейтропения и применение глюкокортикостероидов в составе полихимиотерапии. Главные клинические признаки инвазивного аспергеллеза были неспецифичными. Это в основном лихорадка, кашель и дыхательная недостаточность. Более специфичные для инвазивного аспергеллеза легких клинические признаки, такие как апоструктивный синдром, кровохарканье и боль в грудной клетке, встречались лишь в небольшом проценте случаев. Для постановки диагноза инвазивного аспергеллеза мы использовали диагностический алгоритм, который был рекомендован Европейским обществом клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, который заключался в следующем. При возникновении температуры выше 38 градусов у пациентов, получающих химиотерапию, в первые 24 часа выполнялась компьютерная томография органов грудной клетки и при наличии или при подозрении на инфекционное поражение легочной ткани, также в первые 24 часа выполнялась фибробронхоскопия с забором бронхоальвелярного лаважа. И далее материал БАЛ и сыворотка крови обследовались, проводилось сирологическое и микологическое исследования. Компьютерная томография является основным методом рентгенологическим для диагностики инвазивного аспергеллеза. По данному методу было выявлено в основном двустороннее поражение легких в обеих группах. КТ-признаки также были неспецифичными, преобладали инфильтративные, очаговые изменения, симптом матового стекла. Специфичные же для инвазивного аспергеллеза, такие как признаки, как ореол и серп, встречались лишь у единичных больных. Основным органом поражения инвазивного аспергеллеза у больных баклечными лимфомами являются легкие в обеих группах, однако в группе с неходшкинским лимфомием встречались также и сочетанные поражения легочной ткани и других органов и тканей, таких как предаточные пазухи носа, центральная нервная система и мягкие ткани. Микологическое исследование бронхолиальвярного лаважа заключалось в проведении микроскопии и посева. При микроскопии можно было при наличии инвазивного аспергеллеза обнаружить с цептированной мицели, ветвящейся под углом 45 градусов, и при посеве бронхолиальвярного лаважа культуру аспергилл выделяли достоверно чаще у пациентов с нехорскинскими лимфомами. Сирологическая диагностика заключалась в определении уровня галактомонана в сыворотке крови и бронхолиальвярного лаважа с помощью моноферментного метода плотелия аспергеллез. И данный тест был положителен более чем в 70% больных инвазивного аспергеллеза в обеих группах. По структуре в обеих группах превалировал внутрибольничный инвазивный аспергеллез. Основными возбудителями инвазивного аспергеллеза были аспергеллез фумигатор, нигер, и аспергеллез флавос возникал примерно одинаково в обеих группах, но это были также небольшое количество больных. В результате проведенного обследования диагноз вероятного инвазивного аспергеллеза был установлен у большинства больных в обеих группах, более 90% больных с лимфомы Ходжкина, и доказанный инвазивный аспергеллез диагностировался лишь в единичных случаях в обеих группах. Сопутствующая бактериальная инфекция встречалась примерно у 1-3 больных совместно с инвазивным аспергеллезом, и вирусная инфекция у 14% в обеих группах. В антималькотической терапии превалировал препарат вариконазол, преимущественно в монорежиме. Также применялась и комбинированная терапия инвазивного аспергеллеза, и в основном это были комбинации азолов с эхиноконзинами. В результате проведенного лечения полная частичная ремиссия инвазивного аспергеллеза была достигнута более чем у 80% больных в оклеточной лимфоме, 12-недельная выживаемость и 24-недельная невыживаемость также была практически одинакова в обеих группах, как в группе с лимфомой Ходжкина составила более 80% и у больных с нехожкинскими лимфомами. И чуть выше 24-недельная выживаемость более 70%. Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Инвазивный аспергеллез у больных баклеточными лимфомами протекает преимущественно в ремиссии основного заболевания. Основные факторы риска – это лимфоцитопения, нитропения, применение глюкокортикостероидов в составе полихимиотерапии. В основном развивается внутрибольничный инвазивный аспергеллез. Основным возбудителем являются аспергеллез фумигатор, аспергеллез нигер и аспергеллез флавус. Для инвазивного аспергеллеза характерны клинические и КТ-признаки не специфические. Поражение легких возникает у 100% больных и общая выживаемость, как я уже сказала, больше 80% в течение 12 недель, более 70% в течение 24 недель. Также можно сделать следующие практические рекомендации. Как я уже сказала, это не специфическая клиническая картина инвазивного аспергеллеза, 100% поражение легочной ткани, ранняя диагностика у больных б-клеточными лимфомами, ранняя диагностика в первые 24 часа от начала лихорадки включает в себя компьютерную томографию органов грудной клетки и проведение фибробронхоскопии с дальнейшим микологическим и сирологическим исследованием бронхолиэлярного лабжа и свертки крови. И своевременное назначение эффективных антимикотических препаратов, таких как выриконазол, у больных б-клеточными лимфомами позволяет продолжить противопухолевую химиотерапию и не нарушать план программного лечения б-клеточных лимфом. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Такого будут вопросы. Мы проводили исследование по встречаемости инфекционного осложнения, собственно говоря, преимущественно даже системной лекарственной терапии у пациентов с двумя генетологическими лимфо-проферативными заболеваниями. Неходжкинской лимфомой и лимфогрануломатозом. И у вас получились некоторые различия между ними в разных признаках. Скажите, с чем вы связываете эти различия? То есть это какое-то особое течение заболевания, которое влияет на это? Потому что остальная ситуация вполне сходная. Агрессивная химиотерапия, нитропиния и инфекционное осложнение. Как вы прокомментируете вот этим моментом? Уважаемый Алексей Викторович, поскольку в группе больных с нехошкинскими лимфомами все-таки чаще используется химиотерапия с включением глюкокортикстероидов. То есть это схема лечения, как ЧОП, ЕПОЧ и ЭТХАП, где большие дозы преднизолона и доксиметазона. То есть чаще иммуносепрессивная терапия используется. И также у больных с нехошкинскими лимфомами чаще проводилась высокодозная химиотерапия в качестве консолидации ремиссии основного заболевания. По моему мнению, наверное, хуже прогноз и хуже, может быть, очищение инвазивного аспаргеллеза у больных с нехошкинскими лимфомами. Юрий Александрович, Вы представили данные литературы и летальность составляет от 10 до 95%. Насколько я понял. Согласитесь, это очень большая разница. С чем Вы это связываете? Со сроками диагностики, со схемами лечения, с возбудителями, либо, может быть, какая-то другая причина? На сегодняшний день, уважаемый Никита Евгеньевич, на сегодняшний день инвазивный аспаргеллез – это достаточно сложный диагноз, поскольку, как я уже сказала, и по литературным данным, и по нашему исследованию, для него характерны неспецифические клинические признаки, и компьютерная томография также не позволяет выявить данное заболевание. Поэтому несвоевременное назначение противогрибковых препаратов, то есть в первую очередь при возникновении лихорадки у пациентов назначается антибактериальная терапия, и далее уже при неэффективности этой терапии мы подозреваем, что это может быть грибковая инфекция. Из-за поздней диагностики на сегодняшний день все-таки летальность этого заболевания достаточно высокая. Спасибо. У меня будет еще один опрос. Вы представляете алгоритм диагностики. Хотелось узнать, в каком проценте случаев все эти показатели были ложно-отрицательными, и пришлось прибегать к хирургической верификации диагноза, чтобы сопоставить, скажем так, с прогрессированием. Что касается сирологических методов диагностики, более 70% все-таки у больных диагностируется по данным теста на галактаманан. Но микологические исследования, как микроскопия и пастев, все-таки очень редко дают нам рост аспергил, и мы видим с оптированными целей. То есть достаточно сложно диагностировать по микологическим данным аспергилез. Спасибо. Спасибо.